Добрый день! Выхожу на связь. Рада всех видеть и слышать. Добрый день, дорогие друзья! Давайте проверим и мою связь теперь, если меня видно и слышно хорошо. Нажмите, пожалуйста, на значок «Огонёк» слева от чата. Рада вас всех видеть. Позвольте представиться. Практикующий психолог из города Екатеринбург. Тренер-психолог и методист Международной школы тренингов для детей и подростков. Поговорим сегодня с вами про методику педагогических консультаций. Ну и коллегам-психологам, я думаю, тоже будет интересно. Акцент делаю на работу в детских садах. Если есть вопросы по работе в школе, если нужно что-то конкретизировать, пожалуйста, не молчите в чате. Ну и вообще прошу вас не молчать в чате. И вы можете даже какие-то вопросы задавать и предлагать кейсы для того, чтобы мы на этих кейсах отработали методику консультирования. Ну что ж, давайте начнём. Консультации с родителями. В нашей работе с родителями, конечно же, много разных новшеств появилось. Мы делаем свои личные чаты, мы создаём сайты, блоги. Мы делаем родительские конференции, но никогда не останется в прошлом такой вид работы с родителями, как консультации. И консультации, конечно же, это тот вид работы, который позволяет узнать получше ваших родителей, настроить с ними хорошее, доверительное, в то же время деловое общение, ну и вообще стать ближе друг к другу и стать напарниками по такой нелёгкой работе выращивания деток. Ну что же, консультации с родителями чем хороши? Тем, что, конечно же, это личный характер, да, общение, это всё-таки более личностное общение, это двухстороннее общение в доверительном ключе, и одна хорошая консультация может очень сильно изменить ваши взаимоотношения с родителями и, например, превратить родителя отстранённого в родителя сочувствующего, да, в родителя, который работает с вами вместе в вопросах воспитания ребёнка. И одна хорошая консультация может превратить родителя конфликтующего с вами в родителя, который с вами соглашается и также готов к партнёрскому сотрудничеству. Поэтому мы, конечно, не пренебрегаем такой формой работы. Ну и давайте посмотрим, какие типы консультаций у нас могут быть. Конечно же, у нас, секундочку, могут быть консультации методические и психолого-педагогические. Это всё относится к сфере работы педагога. Можно, конечно, на помощь звать психолога-педагога, но, тем не менее, я думаю, что вы в состоянии делать и то, и другое. То есть методическое это консультирование по поводу образовательной программы, по поводу вопросов воспитания, да, по выстраиванию индивидуального маршрута сопровождения ребёнка. Ну, в общем, всё, что касается того, как вы ребёнка воспитываете и как происходит обучение дошкольное, да. А психолого-педагогическое – это всё, что связано с индивидуальными особенностями ребёнка, его социализацией. Здесь вы говорите о темпераменте, характере, поведении ребёнка, его каких-то личностных особенностях, и говорите о том, как родителям воздействовать вот именно на эту сферу развития ребёнка. Также у нас бывают консультации индивидуальные, и я думаю, что вы все проводите индивидуальные консультации, когда ребёнок заходит в вашу группу, и вы знакомитесь с ребёнком и с родителем. Разные формы могут быть работы. В тренинговом центре в нашем, например, приняты так называемые обратные связи 4 раза в год. Ну, условно говоря, каждую школьную как бы четверть, раз в 2-3 месяца мы звоним родителям по телефону, в течение 15-20 минут беседуем с ними по прогрессу ребёнка. Почему это не заменяет родительских собраний? Потому что на вот таких вот обратных связях часто родители задают вопросы, которые на собрании они бы не задали. Промолчали из чувства неловкости, стеснения, а здесь они могут говорить в открытую. Также хорошо проводить индивидуальные консультации, когда вы сталкиваетесь с какой-то сложной проблемой. Потому что вы можете видеть эту проблему абсолютно в другом ключе. А когда родители расскажут о том, что происходит в семье, вы можете увидеть причину, настоящую причину того, что ребёнок, например, проявляет агрессию, стал скучным или неуправляемым, или что-то ещё происходит в его жизни. Ну и, конечно, критические случаи в жизни ребёнка, которые случаются в детском саду, в школе, или вы узнаёте о том, что в семье происходит что-то такое не очень приятное и сложное для ребёнка, это тоже повод для консультации. А также, если вы не сходитесь во мнениях с родителями по поводу вопросов воспитания, лучше тоже вынести это на индивидуальную консультацию с родителями. Потому что если всё это будет происходить на родительском собрании, то все остальные родители могут быть втянуты в процесс, и вы можете получить вместо тлеющего конфликта с одним родителем бунт всех родителей. Так тоже бывает, что родители некоторые в состоянии завести других и настроить против вас моментально, и вы получите не очень приятную ситуацию. Ну и, конечно же, для общих консультаций, для консультаций, которые проходят с группой родителей, мы берём темы, которые важны и близки родителям определённого возраста детей. То есть это возрастные проблемы, типичные для большинства детей, как дети растут. И здесь тоже не пренебрегайте этими темами, как показывают личные консультации, родители много чего не знают. Не только про кризисы, которые происходят с их детьми, но и про то, как ребёнок должен расти, что он должен уметь на определённом возрастном этапе. Ну и, коли не знают, то возникают всякие неприятные и страшные для ребёнка ситуации. Например, когда мама, искренне убеждённая, что до трёх лет ребёнок может не говорить, не обращается к специалистам, к неврологу, к логопеду, а после трёх лет уже оказывается поздно. Ну и, наверное, у многих из вас такие ситуации были. У кого такие ситуации были, можете ставить огонёчки и вообще на протяжении всего вебинара голосовать огонёчками, если что-то вас задело. Развитие практических навыков, соответственно, возрасту тоже, что ребёнок должен уметь в своём возрасте, это тоже важно. Типичные поведенческие проблемы. Например, с трёхлетками можно говорить о том, почему ребёнок капризничает, проявляет упрямство и как в этом случае с ним можно взаимодействовать с родителем. А также консультации по организации жизни детей, по безопасности, ну и то, что, можно сказать, на злобе дня. Мы проводили консультации, например, про вейпы, когда выяснилось, что группа детского сада нашла их где-то и с огромным интересом и удовольствием пытается использовать. Такие консультации тоже нужны. Консультации, например, по поводу закаливания, ОРЗ, ОРВИ, ну и консультации по поводу гаджетов, мультиков, много чего ещё. То есть если вы видите, что проблема назрелая, она назрела у всех, тогда вы собираете детей и проводите консультацию. Ну и теперь, собственно, к технологии консультации. Эта технология приемлема для педагогов и психологов. Психологи, в общем-то, тоже на консультациях работают по этой же схеме. Эта схема удобная, информативная и она достаточно работоспособная, поэтому я вам её предлагаю. Пройдёмся по этапам консультирования. Ещё раз, для тех, кто пришёл чуть-чуть попозже, в чате можно не только здороваться, но и задавать актуальные для вас вопросы. А гонёчком можно голосовать, если что-то вас обрадовало, огорчило, в общем, не оставило равнодушным. Итак, этапы. Установление контакта, уточнение запроса, сбор информации. И после этого мы выдвигаем гипотезы, информацию какую-то даём и выбираем решение. Обратите внимание, что вот эти этапы, они как бы не предполагают, что мы чему-то родителей учим. Да, вот прям учим и говорим, нужно сделать так, так, так и так. Потому что здесь мы отталкиваемся от того, что родители в современную эпоху, по установкам новых наших образовательных программ, родители, они самые главные воспитатели своего ребёнка, а мы только эксперт-профессионалы, да, и мы даём экспертное мнение, то есть мы можем советовать, рекомендовать, но мы не можем категорически говорить, что нужно сделать вот так. Ну и лучше, когда человек, взрослый, осознанный человек, дойдёт до какого-то решения самостоятельно, но так больше вероятности, что он это решение воплотит в жизни. Итак, первая фаза консультирования – это установление контакта. Она обязательно, её пропускать нельзя, и если вы, встретив родителя где-нибудь в коридоре детского сада или на прогулке, начнёте сразу с проблем, они не решатся. Вот здесь контакт обязательно нужно установить, и для консультации нужно создать место и время, какие-то условия, в которых человеку будет удобно и комфортно получать вашу консультацию. Второй этап тоже очень важный – это уточнение запроса. Это такая, конечно, психологическая методика, но в педагогической консультации это тоже вполне закономерно. Что такое запрос? То есть, когда человек приходит на консультацию, и мы устанавливаем контакт, то мы говорим ему, что вы хотите. И обратите внимание, что вот получение запроса – это тоже побуждение человека к активности. То есть, мы можем сказать, у меня лично, как у педагога, вот такой вопрос, и давайте мы его будем решать. И тогда родитель как бы в пассивной позиции. Или вы можете спросить, что вас беспокоит в отношении вашего ребёнка. Что бы вы хотели порешать? Дайте ваш запрос. И тогда родитель включается в работу. И запрос – это не просто вопрос. Запрос очень хорошо формулировать в виде двух точек. в пространстве и времени. То есть, точка есть А – это здесь и сейчас. И есть точка Б – это желаемый результат. Вот давайте, пока я рассказываю, попробуем в чате попрактиковаться с запросами. Представьте, что вы родители детей дошкольного и младшего школьного возраста, и вы даёте запрос психологу или педагогу на консультацию. Я тоже свой вариант приведу. Ну и вы, пожалуйста, пишите. Например, точка А – ребёнок с неохотой утром приходит в детский сад, капризничает по дороге в детский сад, капризничает и не отпускает маму. И эта ситуация повторяется, например, уже три месяца. Это точка А. И точка Б – хочется, чтобы ребёнок с удовольствием шёл в детский сад, не устраивая истерик на прощание маме. И мама с ребёнком счастливо встречались после детского сада. И мама не была в такой тревоге и беспокойстве, что там с ребёнком происходит, не плачет ли он целый день. Вот, точка А и точка Б соблюдена. И тогда мы уже можем говорить о том, как нам в точку Б вместе с мамой прийти. Потому что, если вы поняли, в этой ситуации большое влияние маминой тревоги обычно бывает. Третий этап – это сбор информации, на котором мы уточняем, какие проблемы есть у семьи, какие проблемы есть у ребёнка. Мы собираем информацию про ребёнка, про семью, про родительские стратегии, про историю семьи. Всё, что мы можем собрать. И часто эта информация нам становится очень-очень нужна. После этого мы делаем предположение. А что если? А что если… Ну и я обычно делаю несколько предположений и никогда не говорю категорически, что, например, вот эта модель поведения ребёнка связана с такими-то причинами. Я говорю, а давайте проверим. Здесь опять-таки мы настраиваем родителей на сотрудничество. Ну и, честно говоря, опасаюсь вот такой вот категоричности, потому что я могу и ошибиться, и ситуация может развернуться совсем по-другому. Поэтому есть у нас какие-то предположения, и мы их будем теперь проверять в жизни с ребёнком. Ну и, конечно же, информационный блок. Мы рассказываем про проблему всё, что знаем, как эксперт-профессионал, и затем просим родителей выбрать решение. Ну, например, здесь уже ситуация младшей школы. Ребёночек-второклассник, который самостоятельно не учит уроки, и каждый день происходят скандалы между мамой и ребёнком по поводу невыученных уроков. Выдвигаем предположения. Ребёнку хочется самостоятельности, и он уже в состоянии делать уроки без мамы. Второе предположение. Ребёнку хочется контакта с мамой, и он не знает, каким образом этот контакт ещё получить. Ну и ещё пару каких-нибудь предположений. Рассказываем всю информацию по возрасту, и начинаем планировать действия. Например, а что если попробовать оставить ребёнка в покое, пусть выучит уроки сам, а потом просто с ним побеседовать о чём-то приятном и полезном, и поиграть в настольную игру. И сработало, ребёнок учит уроки сам. Вот, примерно так у нас всё складывается. Ну и ещё вам на заметочку хочу дать темы, примерно тематические групповые консультации, чтобы было понятно, как эти темы формулировать. Обратите внимание, что темы групповых консультаций мы формулируем не на научном языке, не на языке программ и методик, а на языке общечеловеческом, простом. И здесь, конечно же, как будет слово фигурировать, с чем это связано, как, какой, серьёзно или нет. И мы используем простой разговорный язык. Вот такие вот темы, и как раз это темы, которые могут завлечь родителей. Ещё несколько слов по поводу семейного консультирования, если у вас дойдёт дело и до него. Ну, конечно же, семейное консультирование – это поле психолога, но иногда и нам приходится консультировать семью, а не только маму или не только папу. Когда это бывает? Когда мы точно видим, что то, что происходит с ребёнком, это результат развертывания семейной истории. Но как вариант часто повторяющийся, это какие-то неровные, очень конфликты отношений между папой и мамой, например. Это может быть такой скандалищий папа, может быть пьющий папа, может быть авторитарная бабушка в семье, ну и мало ли чего ещё. Поэтому очень много идёт из семьи, иногда педагогам приходится прибегать и к такому виду консультирования тоже. Это может быть, ну, условно, консультирование по психологическим вопросам, да, такие как нарушение семейных отношений, психология отношений, созависимые отношения, неврозы, травматические расстройства у детей, тем более в наше время это не редкость. Это может быть социально-педагогическое консультирование, когда мы с помощью своего консультирования пытаемся воздействовать на поведенческие стратегии людей, на то, как они общаются друг с другом, как они себя ведут по отношению друг к другу, помогаем установить какие-то новые правила в семье, и это тоже идёт на пользу всем. Тоже примеры, чтобы было понятно. Например, социально-педагогическое консультирование, когда мы работаем с семьёй. Адаптация ребёнка и семьи к обучению в школе, потому что тут адаптировать нужно не только ребёнка, но и всех. Мы рассказываем родителям, как лучше выстроить жизнь с ребёнком-первоклассником, где попросить помощи, а где ребёнок уже хорошо бы делал что-то самостоятельно, как его научить новым самостоятельным действием, например, ходить в школу из школы, разогревать себе обед и так далее. Коррекция отклоняющегося поведения, если оно и дома, и в детском саду, либо в школе, примерно одинаковая. То есть здесь мы тоже с родителями составляем общий план действий. Решение проблем с обучением, либо воспитанием, то есть когда нужна смена программы, когда идёт выбор школы, идёт выбор группы в детском саду и так далее. Помощь в выборе дополнительных помогающих специалистов, то есть кто нужен. И это могут быть специалисты врачебных специальностей, когда мы рассказываем семье, родителям о том, чем помогает, например, детский невропатолог, детский психиатр, и это тоже очень важно рассказать. Также ещё есть специалисты социального обеспечения. Если с семьёй какие-то есть проблемы, у семьи есть проблемы, тогда мы подсказываем, а кто им может прийти на помощь. Развитие навыков общения со сверстниками, развитие самостоятельности в семье. Ну вот основные темы, на которые случаются консультации. Ну и условно, такое социально-психологическое направление, консультирование, когда мы пытаемся корректировать педагогические стратегии родителей, какие-то внутрисемейные конфликты. Конечно, с одной стороны, это не наше дело, но бывают ситуации, когда не решивший конфликт внутрисемейный, мы ничего не можем делать с ребёнком. Например, вот как у меня в кейсе будет, то мама и бабушка, которые старательно делят управление семьёй, управление ребёнком, и крайним, как вы понимаете, остаётся ребёнок. Гармонизация детско-родительских отношений, создание социальных связей, традиции устои семьи и много-много ещё разных важных вопросов. В чём особенности консультирования семейного, если вы затрагиваете всю семью? То есть здесь мы говорим не только о личности людей, и не столько о личности людей, сколько о способах взаимодействия в семье. И мы обращаем внимание не на личности, а на способы организации семьи, на правила, на нормы, на традиции, на обычаи, как принято. Потому что если у вас придут родители, ну и как бы это будет запрос на семейное консультирование, может случиться так, что один из родителей приведёт второго и скажет, вот наш папа, пожалуйста, перевоспитайте его, он что-то там неправильно делает. Или наоборот, придут вдвоём, и папа скажет, вот там мама или тёща вообще неправильно себя ведут с ребёнком, вы им, пожалуйста, скажите, что они неправы. И вот здесь уже начинается общий разговор про семейные традиции. Ну и что ещё важно подсказать иногда родителям, это необходимость учитывать жизненный цикл семьи и естественные кризисы. Потому что иногда бывает, что совпадают естественные кризисы детские и родительские. Это будет, если родители возрастные, и это будет, если родители очень молодые. То есть если родители очень-очень молодые, то у ребёнка, например, кризис трёх лет, а у них кризис идентичности, там, кризис двадцати или тридцати лет. Да, если возрастные, то у него кризис середины жизни у родителей, а у детей кризис, например, семи лет, да, кризис первоклассника. И вот всё это накладывается, и здесь нужно просто родителям подсказать, семье подсказать, как вообще действовать, когда идёт вот такое наложение кризисных волн друг на друга. Можно сказать, что это работа психолога, но иногда бывает, что психолога просто нет под рукой. Вот. Давайте теперь по этапам консультирования поговорим поподробнее. Установление контакта. Мы сейчас как бы этапы назвали, сейчас будем углублять. Установление контакта. Есть такое слово, как рапорт. То есть когда мы, о чём-то хотим поговорить с человеком, тем более его поконсультировать, мы должны вот этот самый рапорт выстроить. Рапорт – это такая невидимая связь, когда никто не говорит, что мы свои, но есть понимание того, что мы свои. Обратите внимание, что мы рапорт должны вообще выставлять ну вот просто автоматически при любом контакте с другими людьми в любой форме работы. Ну и даже работая в вебинаре, мы тоже устанавливаем рапорт, когда говорим, поставьте, пожалуйста, плюсики или огонёчки, как меня видно и слышно, задавайте вопросы. И это тоже способ установить связь и сделать нас друг к другу немножко ближе. Как мы можем установить рапорт с родителями? Во-первых, сделайте, чтобы консультации происходили в удобном месте, ну вот можно сказать даже в укромном месте, а можно сказать, что, ну это мои индивидуальные личные ощущения, что когда к нам человек приходит, мы ему готовим кокон. Как это может быть на деле? Проходите, пожалуйста, садитесь, выберите себе удобное место, вот вам удобный стол, хотите ли, например, чай или кофе, как вы до сюда добрались, сильно ли вы устали после работы, то есть несколько вопросов, которые проявят ваше внимание к человеку и помогут ему понять, что он вот здесь в вашем коконе, и уже можно расслабиться. Ну и второе, я думаю, что все этим владеют, вот кто владеет, поставьте огонёчки, слева от чата, не в чат. Кто умеет делать подстройку по голосу, по позе и по жестам? Поставьте огонёчки, похвастайтесь, что вы умеете делать эту подстройку. Кто не умеет, это тоже способ создать раппорт на уровне тела, когда мы подстраиваемся под жесты и под положение тела нашего собеседника. Да, ну и раппорт в консультации, то есть создание ощущения того, что вы внимательно слушаете, вы чуть-чуть подаётесь вперёд, вы смотрите не прямо в глаза, где-то в район переносицы. Иногда происходит зрительный контакт, но он недолгий, да, то есть мы не смотрим пристально в глаза, потому что это биологический признак агрессии. И вот так вот, немножко подавшись вперёд, может быть, приготовив бумагу и ручку для записи, вы даёте понять, что вы отключились от всех дел, и вы сейчас сосредоточены на этом человеке. Ну и да, такая вещь, как отключить телефон, тоже очень хорошо работает. После этого обязательно нужно познакомить с правилами консультации. Родители могут быть разные. Могут быть родители, которые на консультации вообще не бывали, есть такие, которые вообще педагогов боятся, как огня, про психологов уже вообще молчу, это почти так же страшно, как психиатр. То есть человек пришёл на консультацию, и он не знает вообще, что сейчас делать с этой консультацией, да, с этим человеком. Тогда мы говорим, а наша консультация будет происходить так. Сейчас мы с вами создадим вместе запрос, потом я задам вам несколько вопросов, вы на них ответите, потом мы с вами вместе обсудим ситуацию, мы выберем несколько решений, вы выберите, какой из них лучше. То есть человек уже понимает, что с ним будет происходить, и он расслабляется. Вот, точно так же мы проговариваем правила и процедуры консультации, мы говорим о том, что из этого пространства никакая информация не выходит наружу, что это конфиденциально, нигде эта информация не звучать, не записываться не будет, и мы вот работаем здесь вот на условиях строжайшей секретности. Это тоже людей расслабляет. После этого диагностический этап. То есть здесь мы создаем запрос, мы уточняем, проясняем проблему. Как мы это можем сделать? Вообще, самый хороший способ – это слушать. Если человек разговорчивый и нормально разговаривает, можно просто сидеть, слушать и помечать на листочке что-то, какие-то вещи для уточняющих вопросов. Ну и вообще, иногда консультация – это создание вот того места тишины для человека, в которое он может поговорить. Редко кого в нашей жизни просто так слушают. Редко бывают такие ситуации, когда нам дают выговориться. Поэтому иногда тишина в исполнении специалиста, она тоже очень терапевтична. Задаем уточняющие вопросы, даем какие-то простые в обработке диагностики. То есть мы можем предложить тест, но этот тест не должен занимать полтора часа. Человек просто измучается и потеряет уже фокус внимания. Ну, мы можем предложить, например, рисунок, создать рисунок семьи, социограмму семьи, скульптуру семьи из пластилинчика. Или еще лучше, если у вас есть фигурки небольшие, там, ну, постановку, расстановку семьи с фигурками тоже можно предложить сделать. То есть в результате вот этой всей работы у вас должно сложиться определенное представление о сути проблем. И очень хорошо, если у вас уже будут какие-то предположения, откуда растут ножки и ушки у этой проблемы. Какие могут быть вопросы? Здесь опять вам шпаргалка можете использовать. Да, кстати, информация доступна для скачивания, и вы можете ее скачать. Наверху справа есть такой значок, листочек с загнутым уголком. Если вы нажмете, там обнаружите эту презентацию и можете скачать ее, пока длится наш эфир. Насколько я помню, то это возможно только пока длится эфир, поэтому успевайте. Итак, типы вопросов. Что? Что случилось? Что вы хотите обсудить? Как вы к этому относитесь? Следующий вопрос. То есть здесь нам важно, чтобы человек и эмоции свои тоже показал. Почему? Почему вас это волнует? Почему вас это тревожит? Здесь мы выходим на мировоззрение. Ну и какие-то закрытые вопросы, которые позволяют собрать фактический материал. То есть открытые вопросы – это когда мы даем человеку возможность высказаться. Да, закрытые вопросы – это когда мы спрашиваем, например, у вас это единственный ребенок в семье, а у вас он старший ребенок в семье, а вы живете вместе с папой, с бабушкой, с дедушкой и так далее. О чем еще можно спрашивать? Такие вопросы, которые дают возможность человеку непосредственно себя показать, ну и это вопросы, как бы расслабляющиеся, снимающие напряжение. То есть, например, когда мы спросим, о чем вы чаще всего разговариваете со своим ребенком, родитель начнет рассказывать об этом, и мы уже вот по этому рассказу поймем, какие отношения. То есть, например, когда вы спросите, какие у вас отношения в семье, они там авторитарные или демократические, человек скажет вообще, что вы такое говорите, я ничего не понимаю. А когда вы спросите, о чем вы чаще всего разговариваете со своим ребенком, И он скажет, например, мы обсуждаем поведение людей на улице, мы решаем, где нам провести выходные. Или, напротив, могут сказать, что мы чаще всего обсуждаем, почему ребенок плохо себя ведет и как ему нужно себя вести лучше. Также хорошие вопросы, которые дадут представление вообще о ситуации в семье ребенка. Как вы проводите выходные, в какие игры вы играете, как происходят режимные моменты. Из последнего, прямо из последнего, интересный момент. Мама жаловалась, что ребенок плохо засыпает, ребенку 6 лет, он никак не засыпает, тревожится. И когда я начала вас спрашивать, а как происходят вот эти вот самоукладывания ко сну, она говорит, что мы в какой-то момент строго говорим, что нужно собрать игрушки, а потом я ложусь напротив ребенка и смотрю на него, пока он не уснет. И я так думаю, а если бы кто-то со мной вот так поступил, я бы не уснула точно до утра. Но и мы в ходе консультации с мамой договорились, что вот этот этап отхода ко сну, он будет такой очень бережный. И во-вторых, она будет оставлять ребенка и не будет мешать ему засыпать. Вот, как-то так. Ну вот эти вещи, они тоже очень важны на самом деле, и это вещи, которые могут дать нам возможность понять что-то важное о семье. Ну и универсальные вопросы, в чем это проявляется, как вы на это реагируете, они тоже важны. Бывает, что нужно задать неудобные вопросы. Ну вот из неудобных вопросов, например, вот то, что прямо на поверхности лежит, обьете вы своего ребенка или нет? Матерятся ли у вас дома или нет? И много-много еще таких вопросов, которые не знаешь, как задать. Поэтому, как их можно задать? Во-первых, вы можете сразу же дать понять, что любой ответ вам будет принят. Ну, например, по поводу убитья, вы можете сказать, что в разных семьях приняты разные правила. И есть семьи, в которых считается, что ударить ребенка по попе – это нормально. Или дать ребенку щелбан шуточно – это нормально. А вы как считаете? И здесь уже, как бы, любое решение родителя, он понимает, что любое решение будет принято нормально. Он может сказать, ну да, я могу шлепнуть по попе. И дальше вы уже наводите на мысль, что вообще-то это делать уже и не надо. Вот. То есть вы даете, как бы, вопрос, который подразумевает несколько ответов, и сразу даете понять, что любой ответ для вас будет нормальным, и что кто-то еще на такие вопросы так отвечает, и что это для вас, ну, все нормально. Ну, и что еще очень важно, родители у нас тоже люди, но и родители на консультации, они часто находятся в очень неуверенном состоянии. То есть когда родителя вызывают один на один на разговор с педагогом, то ему становится очень тревожно, непонятно, и поэтому здесь важно, как мы и для детей делаем, для людей создать ситуацию успехом. То есть мы, когда говорим про трудности, говорим, что это вообще принято, вернее, эти трудности всегда случаются у детей этого возраста, то есть это нормально, все через это проходят. Вы подчеркиваете, как много родители делают для своего ребенка. Вы говорите, да, например, вот с той же мамой, что какая вы внимательная, да, по поводу сна, да, я имею в виду ситуацию, какая вы внимательная, как здорово, что вы так заботитесь о своем ребенке, это очень здорово, мало кто заботится так, ну и дальше уже мы говорим свою позицию. Отмечайте то, что родители решили уже хорошо, спрашивайте о том, что родители уже решили хорошо, ну и, конечно же, мы реагируем на эмоциональные переживания родителей и принимаем любые эмоциональные переживания, их не стараясь умолить. То есть мы говорим о том, что мы разделяем и страх, и тревогу, и возмущение, и злость родителей, и это тоже помогает людям чувствовать себя увереннее. Диагностические методики. Здесь же на этапе диагностики, как я уже сказала, вы можете предложить какие-то очень быстрые методики, которые послушат потом темой для последующего разговора. Обратите внимание на методику Карабановой родительское сочинение, то есть там просто бланк из 30 незавершенных предложений, и родителю нужно либо дописать, либо договорить эти предложения, и вы уже после этого будете обсуждать ответы, и это будет темой для разговора. Точно так же Столин и Варга, опросник родительского отношения, он тоже быстро делается. Методика пари, семейная жизнь глазами матери, ну вот все эти методики, они такие очень быстрые. Дальше мы сняли диагностику, да, теперь определяем цели консультации. Вот нам все рассказали, теперь мы спрашиваем, чего хотите. Как вы представляете себе результат? И самый важный вопрос, как вы поймете, что результат достигнут? Это вопрос уже на грани НЛП, то есть когда мы говорим этот вопрос, мы человека как бы погружаем в состояние, когда уже проблема решена. То есть как вы поймете, что ваш ребенок, например, справился с засыпанием, но мама говорит, ну я вот представляю, что он тихонечко вечером сложил игрушки, потом спокойненько лег в постельку, я ему рассказала сказку, ушла, и все, дома тихо и спокойно. Вот примерно так. То есть здесь уже тело включается в работу, и тело нам уже начинает помогать. И здесь же, что еще важно очень сделать, здесь важно распределить ответственность на этапе запроса. То есть здесь у вас будет много-много-много родителей, которые будут всю ответственность на вас благополучно складывать. То есть они будут ждать, когда вы за них все решите. Поэтому здесь сразу же просто словами мы проговариваем, что вот, уважаемые родители, смотрите, моя ответственность в этом процессе – это дать вам, например, какую-то информацию. Да, вам что-то рассказать, что-то дать, какие-то методики, дать какие-то упражнения, какие-то игры. А ваша, дорогие родители, ответственность – все это потом применять. Поэтому мы говорим, что большая часть работы будет сделана родителями. Здесь очень важно на себя всю ответственность не принять, потому что мы это очень сильно любим. Все мы такие спасатели по натуре. И потом сталкиваемся с тем, что родители нам высказывают претензии. Еще на этапе информации, этап получения информации тоже очень важный. Потому что когда родитель вас со своими проблемами знакомит, ему очень важно знать, это вообще нормально, ненормально. Ненормально до какой степени, то есть уже бежать сдаваться к врачу или еще подождать, насколько его ребенок отличается от сверстников. Особенно честолюбивым родителям – это очень-очень важно. Поэтому здесь мы тоже всю информацию даем. И, кстати, я всегда стараюсь дать информации больше, поскольку я нейропсихолог, еще и какую-то информацию по теории нейропсихологии, базовую, всегда даю. Рисую, там, рисую этот мозг из трех частей, рассказываю, как это работает, стрелочками показываю, как работают импульсы, либо мы строим схему семьи, показываем, как это работает. То есть чем больше информации, которую мы выдаем в очень простой форме, в понятной, иллюстрированной форме, тем меньше потом нам будет работы, собственно говоря. Следующий этап – принятие и обсуждение альтернативных решений. И мы здесь тоже можем оставить эту работу за родителями. То есть мы, смотрите, мы проблему озвучили, мы информацией поделились, мы примерно подумали, от чего это может быть. Теперь мы говорим, от чего будем пробовать, какие изменения вы готовы попробовать. И здесь хорошо, когда родители скажут, а давайте мы попробуем вот это, вот это, вот это, и посмотрим, как будет. Это вообще прекрасно, потому что нам останется только следить, и потом будет обратная связь по поводу того, как проходят изменения. Ну и обобщение и выводы мы подводим итоги работы и составляем план действий. Чуть-чуть попозже про план действий тоже расскажу. Ну, это как бы уже после консультации. И сейчас еще немножко поговорим об особенностях работы педагога в процессе консультирования. Вот сейчас будут такие невеселые огонечки, наверное. Скажите, пожалуйста, кто сталкивался с тем, что консультация ваша, индивидуальная либо групповая, была неуспешной? То есть хотели как лучшее, а получили конфликт с родителями. Вот у кого это было, тут же анонимно можете огонечки свои поставить. У меня так было тоже. И вот с чем это связано, то есть что мы не предусмотрели, почему мы вместо пользы влезли в какой-то конфликт с родителями, еще и конфликт, который перекинулся, например, на уровень заведующей, Гораной и так далее. Какие могут быть причины потери контакта с родителями? Первая причина контакта, когда мы врываемся в родительский курс на сверхуспешность. Это определенная категория родителей, которые делают из своих детей человеков-героев, начиная прям до рождения и с рождения-то уж точно. А то есть им важно, чтобы ребенок был вообще во всем успешный. Потому что если он успешный, тогда родители тоже успешные люди. Если ребенок неуспешный, то это все их концепцию личности подрывает. И родитель сразу же опускается в какую-то заниженную самооценку, ему становится плохо. Поэтому психика такого родителя его будет охранять от того, чтобы ему стало плохо. И любой намек на то, что у ребенка есть проблема, приводит к тому, что родитель идет в атаку на вас. Поэтому с этими родителями нужно быть очень и очень внимательными. То есть мы сначала их долго хвалим, говорим, что вы молодцы, ребенок молодец. И вообще я вами восхищаюсь, как вы все это выстроили. Потом спрашиваем такой тоже вопрос, а как вы бы хотели еще улучшить на эту тему. То есть ваш ребенок, например, осваивает знания в таком темпе, мы уже выучили. А как бы вы хотели, чтобы еще было лучше? Или, например, ваш ребенок начал пытаться дружить с другими ребятами. И вот как вы вообще видите его отношения со сверстниками, идеальные для вас? Как вы хотите, чтобы было еще лучше? То есть мы здесь как бы встаем на позицию не столько педагога, сколько коуча. Коуч – это тот, кто ведет вперед и к вершинам. И мы говорим, вот мы вместе с вами готовы еще улучшать вашу и без того прекрасную ситуацию. Что еще может помешать? Повышенная тревожность. То есть когда человек очень тревожный, то любую вашу речь он эмоционально догрузит вообще до состояния какой-то катастрофы. Например, если вы ему скажете, что ребенок что-то там не так нарисовал, ой, огонечки вижу, да-да-да-да, что рисуночек у ребенка не получился, в голове тревожного родителя уже создастся картинка какой-нибудь коррекционной школы, ребенка, который всеми отвергаем, который учится на двойке, и все из-за того, что рисуночек не получился. Поэтому мы вот эту тревогу не подкармливаем. То есть мы, во-первых, все сообщаем максимально спокойно, и мы тут же, пока тревога не успела разрастить, говорим, а что нужно делать, чтобы все было хорошо. То есть здесь опять-таки все хорошо, прекрасная маркиза, да, то есть мы говорим, вообще все в целом прекрасно, замечательно, удивительно, у нас есть малюсенькая проблемка, и мы ее сейчас с вами решим вместе прямо здесь. Вот примерно в таком ключе. То есть повышенную тревожность тоже мы как бы останавливаем. Ну и отсутствие навыка рефлексии по поводу своего поведения, это тоже такой очень важный, важная помеха, когда мы сталкиваемся с родителями. То есть родители, которые не понимают, что они сами не правы, что вот поведение ребенка, оно связано с тем, что они делают что-то не то. Но и когда мы начинаем говорить на эту тему, что вообще-то вы подаете ребенку такой пример, то мы тоже сталкиваемся с агрессией, потому что родитель не готов принять себя, ну, как какого-то неидеального человека. Вот, то есть вот в этих вот трех случаях будьте аккуратны. Ну и не забывайте, что родители приходят к вам не для того, чтобы услышать жалобы на своего ребенка, не для того, чтобы загрузиться проблемами, а для того, чтобы получить поддержку, чтобы ощутить, что его понимают, принимают, к нему бережно относятся и к тому, чтобы понять, что вообще с его ребенком все нормально, так бывает со всеми, все это пройдет потом без следа, да, если какая-то проблема. Ребенок растет, ребенок развивается и все это просто какие-то моменты роста. И самое главное то, что вы его союзник. Но еще важные принципы – это такая эмоциональная безопасность. Мы не оцениваем поведение родителей. Поверьте мне, они несут на консультацию разные. И может быть консультация с запросом «А как мне поменьше бить своего ребенка?» И вот в этот момент мы должны остаться в безоценочности. Это иногда очень трудно и иногда для психолога это повод пойти к супервизору. Я знаю, что у педагогов нет супервизоров, но я думаю, что у педагогов свой психолог должен быть все равно. То есть мы не осуждаем родителя, мы не обвиняем его в том, что мы не говорим, сдвинув брови, что вообще-то детей бить нельзя, нехорошо, и мы сейчас в соцзащиту обратимся. Мы начинаем вот с этого места, с того, что принес родители. Почему? В каких ситуациях ребенку попадает? Поверьте, человеку тоже все это сложно очень вам нести на консультацию. Если он уже донес, то не расплескайте то, что вам принесли, и с этим мы будем работать. То есть безоценочное отношение, мы не говорим правильно, неправильно, мы не получаем, мы не уходим в какую-то агрессию в сложных случаях, мы не занимаемся чтением морали. Ну, то есть мы остаемся в принятии. Как найти супервизора? Для педагогов и психологов есть такой сайт, он называется Б-17. Там есть супервизоры. В любом городе тоже есть психологи, которые, ну, мы ищем по запросу супервизор. Если вы педагог, то вы можете поискать просто консультацию психолога. Но педагогические консультации, они не так напряжены все-таки, как консультации психологов. Психологов несут много всего разного, и тут без супервизора нельзя работать. Ну, вот просто нельзя, жалея себя, все-таки кислород пилоту, супервизор психологу. Вот как-то так. Ну, и оставляем нейтральную позицию, если это семейная консультация, и мама привела папу, чтобы мы ему сказали, ай-яй-яй, папа, ты не прав. Мы остаемся в нейтральной позиции, если даже по нашим ощущениям папа сильно не прав. Ну, например, сложно, ну, тоже из практики уже супервизора, моей супервизорской, сложно, например, психологу или педагогу, когда приходят родители, и, например, папа явный такой деспот, и мы понимаем, что там абьюз в семье, а психолог или педагог сам только что вылез из этой ситуации, и еще все больно, все свежо, и вот в этой ситуации не напасть на папу и не начать его покусывать очень-очень сложно. Если понимаете, что не получается, отправляйтесь к другому специалисту. Вот. Ну, и распределение ответственности я уже сказала. Дальше конфиденциальность. Мы никакие кейсы клиентов не используем в открытых сетях. Не, боже мой, никакие рассказы про детей на сайтах детских садов мы не печатаем, что Сонечка из старшей группы вот такая вот молодец, преодолела свою тревогу и перестала писаться ночами, и мы это ничего, не дай бог, не пишем. То есть есть такая методика обезличивания, да, то есть мы можем взять какой-то кейс, и вот сейчас скоро у нас будут кейсы уже с вами, и мы можем изменить вообще все так, чтобы никто не догадался, про кого вообще идет речь. Обезличенные кейсы я вам покажу. Безоценочность. Все уже рассказала. Дальше. Уважение к позиции родителей, если она не совпадает с вашей. У вас могут быть разные семьи, могут быть семьи традиционные, патриархальные, да, например, семьи мигрантов. И, например, вы такая свободная женщина, а к вам приходит мама вся завернутая в платочки, и папа вообще глава семьи, и вы начинаете свою позицию проталкивать, что мама должна быть свободной, да, что она тут должна быть ответственной, и семья разворачивается и уходит, и все, вражда вам обеспечена. Ну и выбор решения, оно всегда остается за родителями. Ну и вот такой вот небольшой практику. Посмотрите, пожалуйста, то есть какие из этих рекомендаций вы можете сказать, и это будет нормально, объективно, и это будет понятно родителям. Можете посмотреть, для себя решить, ну, можете в чат тоже написать. Ну и что после консультации? Да, после консультации у нас все не заканчивается, только начинается, потому что мы, когда закончили консультировать, говорим, ну, все, все, консультация закончилась, что теперь будем делать? И мы проговариваем, какие действия у нас будут совершать родители, и как мы это будем отслеживать. Здесь тоже вам чек-лист после консультации есть. Ну и теперь немножко времени осталось, и два кейса с примерным описанием того, как было консультирование. Кейсы живые, но обезличенные. Вот, первый кейс. Ребенок, приходя домой из детского сада, жалуется, что с ним не хотят играть дети в группе. И родители интересуются, чего вообще происходит. Воспитатель наблюдает такую картину, что ребенок в любой игре, он пытается быть первым, остальных детей воспринимает как своих рабов, ну, и пытается подчинить своим правилам, естественно, дети с ним играть не хотят. Педагог заметил также, что даже если ребенок не прав, он все равно будет гнуть свою линию. Видимо, огонечки от тех, у кого такие дети в группах есть. Ну, ставьте огонечки, у кого такие есть. Родители пришли на консультацию, ну, с запросом, чего происходит и что с этим делать, и мы ставим как цель консультации помочь родителям в обучении ребенка навыкам коммуникации со сверстниками. Заметьте, что мы не ставим цель коммуникации научить ребенка навыкам коммуникации. Вот, мы помогаем родителям. Что нам нужно для этого? Нужно выяснить вообще родительскую позицию по отношению к ребенку, то есть как они его воспитывают. Скорректировать родительскую позицию и проинформировать родителей о том, какие правила помогут ребенку установить коммуникации со сверстниками. Ну, и проводим диагностику, даем опросник, беседуем с родителями, уточняем вообще, как они ко всему этому относятся. И тут на этом моменте выясняем, что у нас в семье очень жесткий папа. Папа вообще бизнесмен, и папа точно уверен, что если не лезть первым, то тебя все затопчут, оттолкнут и, возможно, убьют. Поэтому у папы четкая установка, первым или никаким. И эту установку он ребенку постоянно транслирует. Каким образом? Если ребенок первый победил, то ребенок молодец. Если не первый не победил, то папа говорит что-нибудь, «О, ты там рухля, ты девчонка» и что-то еще такое. Поэтому информируем родителей по поводу того, что кроме стратегии борьбы есть стратегия сотрудничества. Говорим об этом долго, ну и по возможности говорим, а давайте попробуем еще другие родительские стратегии. Ну, например, хвалить ребенка не только за победу, но и за то, что он приложил усилия. И тому же папе можно найти много-много жизненных примеров, когда сотрудничество тоже есть, а не только битва кровавая за победу. Вот. То есть основные тезисы, что мы понимаем с этой консультацией, что вот эта стратегия быть первым, она идет из семьи. И еще понимаем, что мама достаточно холодная, и она ребенка вообще не хвалит, а папа хвалит только когда он первым выходит из борьбы. когда, ну, понимают родители, что сотрудничество тоже хороший навык, и мы еще маме даем рекомендации, ну, простые, почаще обнимать и хвалить. Ну и второй кейс тоже кратко. Четыре года мальчику, и он проявляет агрессию часто без повода. То есть это не защитная агрессия, это агрессия вообще. Он таким образом, ну, вот что-то из себя выплескивает. Отбирает игрушки, сам напрашивается на скандал, бьет детей, бьет воспитателя. Конечно, дети с ним дружить не хотят. И есть еще проблема, потому что, когда конфликт происходит, на поле боя вскоре появляется бабушка, и она вступает в конфликт с родителями других детей, с педагогом, с заведующей, то есть такая вот очень конфликтная бабушка. Начинаем конфликтировать с семьей, и ставим цель скорректировать агрессивное поведение мальчика, и агрессивные же способы взаимодействия семьи и образовательного учреждения. Даем возможность подиагностировать агрессивность, коррекцию отношений взрослых с ребенком в семье, ну и, собственно говоря, нам нужно скорректировать наши отношения с милой бабушкой. Что выясняем? Выясняем, что родители ребенка часто ссорятся, это происходит в его присутствии. Ну, там понятно, что источник конфликтов та же самая бабушка. Она же соперничает с мамой за позицию главного воспитателя в семье, но все время приговаривая, без меня вы не обойдетесь, и что бы вы без меня делали. Поэтому консультируем мамы, и предлагаем решать конфликт без свидетелей, и корректировать отношения с бабушкой, каким образом, то есть ей побольше комплиментов, а себе побольше ответственности за ребенка. Постепенно вот это вот, ну как бы, перераспределяем нагрузку, то есть бабушке похвалу, бабушке комплименты, ей издаем какие-то дела, которые, ну, относятся к компетенции к бабушке, например, создать домашний уют, и, дорогая мамочка, как мы любим твои пирожки, и вот что-то еще. А уже в детском саду взаимодействовать с самой маме, с педагогом, ну и с другими детьми. Вот примерно так. Если есть вопросы, вы их, пожалуйста, задавайте. Надеюсь, что информация была ясной, понятной и полезной, но на вопросы готова ответить. О, в вкладке «Вопросы». Да, я вижу вопросы с вкладки. «Для подготовки и адаптации детей раннего и младшего возраста, что посоветуете воспитателю для консультации с родителями?» Спасибо. Так, спасибо и вам тоже за вопрос. Смотрите, для адаптации, что обязательно нужно в консультацию внести в родительскую? То есть это то, что ребенок должен знать по возрасту, знать и уметь делать. Да, то есть где он должен одеваться сам с элементами помощи, отношения к горшку, отношения к еде. Вот это ключевые вещи, с которыми вы столкнетесь, если у детей это не будет выучено в семье. То есть мы на консультации рассказываем о том, почему нельзя кормить с ложки ребенка, как ребенку вежливо предлагать горшок, а не памперс. Мы говорим о том, что ребенок должен уже уметь делать самостоятельно. Обязательно нужно проговорить про адаптацию, то есть механизмы адаптации природные. Тоже, насколько я помню, вот на этом портале в записях есть мой вебинар «Адаптация к детскому саду», и там все природные механизмы, как адаптация проходит, через какие периоды идет. И мы все это тоже родителям говорим, им становится все понятно. То есть вот такие варианты для консультации с родителями можно для младшего возраста. Для подготовительной группы обязательно консультации по готовности к школе не только ребенка, но и семейной системы, которая тоже должна быть готова к тому, что у них скоро появится школьник. Еще вопросы, пока во вкладочке больше вижу. Как вы устанавливаете контакты, доверительные отношения с родителями, особенно в случае конфликтов или несогласия? Смотрите, есть такая вещь, как ассертивное поведение, и там есть методики введения конфликта. То есть что я делаю? Я сначала выслушиваю и киваю, выслушиваю и киваю. Какие-то задаю вопросы поясняющие. То есть я вхожу в проблему человека. Я с ним соглашаюсь, что это действительно его задело, что это ему неприятно. Ну как бы отвожу, да, в я высказывание. Ну и потом задаю вопрос, а что вы сейчас хотите сделать? То есть какие бы наши действия, мои действия вас бы сейчас устроили? И это уже выход на конструктив. Ну что ж, вопросов больше нет. На всякий случай я оставила свои контакты. Я ничего не знаю по поводу того, как вам получать удостоверение, но знаю все, как вести родительские консультации. А про удостоверение я думаю, что вы сейчас информацию еще получите. Всего доброго и до новых встреч!